сегодня у нас 19 сентября 2019 год я пососил коровок наших потеряевских 43 штуки их небольшой остаток такое вот пригнал их тут на один покос уже скошенный раз по осени уже травка подросла успела вот так не сильно хорошая но трава есть можно поесть вот а потеряевка у нас находится вдалеке сейчас покажу даже дом который и оси встроен вроде бы его сейчас смотрю да вроде бы его то есть это не так-то близко это я прошел не один лог то есть получилось несколько километров до сюда чтобы пригнать их на эту травку тут конечно еще рядышком гречка смешанная сваленная волки вот она лежит приходится вот так вокруг не бегать ходить что одна коробка уже подтянулась и остановилась сразу вот эта вот которая напротив меня как раз вредина какая потихоньку читая новый завет как таковых размышлений нету размышления есть конечно читаешь и надо мысли возникает ну раз не записываешь уходится а так сегодня погодка можно сказать идеально пасти не жарко и не холодно солнышко как бы в тучках таких можно спокойно пасти сегодня у нас 19 сентября 2019 год 2000 вот сегодня я пасу коров выгоняю сейчас их и стоило немного утром я пас вот сейчас где-то в 12 начале начале первого я загнал их туда сюда уже не и сейчас выгоняю так на выход побыстрее давайте у них тоже своя иерархия каждый боится что там впереди пойти старшего он коровка одна из главных не в имя очень большое такое ну вот все естественно до удобрения почвы идет травку жуют идет молочек на молоко отходы идут в землю как в библии напишено святой библии сераха 22 2 что лениво подобен валовим по мету и всякий поднявшего тряхнет руку вот лениво подобен вот такой вот лепешки свежий кто коснется рукой сразу брезгливо ее одернет все а пока я тут выпускаю остальные коровы пошли туда они хитрые конечно я им туда не хотел чтобы шли они но они всегда на своем стоят принципе сейчас можно и не тормозить поле убрано покосы скошены ладно сейчас и полугоняем сперва сейчас ушел там грядку дома перекапал пока два часа эти отдыхал даже получается 3 12 до 3 и размышления были в интернете прочитал статью про ксению собчак что она там замуж вышла что не казалось бы чем не до нее делать вот она венчалась в православной церкви священник легоида электрон там их венчал все соблюдено ну то есть формально они это раскаялись своих прежних грехах блудных так если бы они раскаялись не было бы что было потом у них на свадьбе как там выставим интернет краткий ролик как она там стоит на коленях вроде как то ли молится то ли что в одеянии там вокруг нее тоже в одеянии монашеском стоят а потом она выпрямляется и все эти тоже сбрасывают одежды полуголые все почти голые и она точно так же начинает танцевать то есть ложный обман а еще показали такой кадр что она приехала на этом катафалке лимузине и написано что только смерть разлучит нас она даже не понимает какой она надпись себе сделала что на этим надписью себе смертный приговор лица подвела то что когда человек согрешает против человека еще ладно за ним можно молиться как говорит но если человек согрешит против господа написано то помолится за него то будет хоратая они то не понимает и все там всякие безбожники которые еще ладно там против людей грешили но если начинали именно кощунствовать над чем-то там над христом над библией вообще все что касается бога господь их лишал разума и вообще не прекращали жизнь свою рано то есть нельзя смеяться над этим господь по ругам не бывает коровки завернули вот так вот векте врать вот коровочки посвязали сейчас им нужно отправление дам в сторону там кострового пруда чтобы они там копились сейчас потому что три часа стояли без пяти лежали стояли им желание есть и желаю этой ксении покаяться перед господом вовремя остановиться иначе меч над ней уже занесен она этого даже не понимает вот трава травка уже такая не очень сильно зеленая но есть еще что время уже осени мы даст бог уже то скоро уже уезжаем 10 октября сыгнать нас отсюда в барнаул сегодня вот меня барабаш игорь попросила пасти за него ну что он будет срочно заканчивать уборку урожая осталось 50 гектар жена у нее елена горло приболела сильно гид хрипит то есть нежелательно и тут бегать с коровками плюс она с утра еще преподает в школе тут вместо нашей мы попросили от пасти сегодняшний день то есть ужасно люди смеются кощунствует и думают что это им все пройдет как многие говорят а я же не верующий я же атеист вроде и мне не будет никакого суда божия это уже сейчас уже написано что суд начнется с дома божия то есть здесь уже суды совершаются на земле господь здесь праведников очищает от всего ненужного кто записан книгу жизни они на нечтил написано что и до гроба не исправиться будет нечестие свое совершать и даже и как и исайя 26 главе 10 стих сказано там что если даже нечестивая будет там где господь он и там не посмотрит на величие господа то есть будет творить беззаконие как и было показано что когда херувим осеняющий превращается в дьявола клеветника и сатану противника все в нашей свободной воле если ты желаешь старца небесно желаешь быть со христом в вечности со святыми его котру гадили ему господь примет тебя свои обители если ты этого не желаешь а только лицемерно все это делаешь господь то знает наши сердца почему апостол павел и писал что не во многих есть вера и во многих не во всех вернее а вере бывает человек да ты вроде идешь уверовал все тебе дается легко слово божье заучиваешь молишь и все но бывают такие моменты когда господь тебе посылает огни на искушение то есть вопреки того что ты бы хотел чтобы у тебя было в жизни вот тогда тебе очень трудно свою волю управить с волей божьей порой бывает да ты думаешь так что всегда господь будет содействовать тебе в твоих желаниях вот не всегда так происходит здесь надо смириться перед волей божьей устоять только не упасть благодать от тебя не отошла там брат иосиф дом свой постепенно все доделывает на богослей этого господь в трудах его здесь вот было гороховое поле игорь барабаш убрал сейчас он там вроде они где-то залогом работают сегодня я гонял я ролик перед этим снял гонял аж вон туда вон в ту сторону куда указываю то есть далеко 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 там несколько логов пришлось переходить завтра мостик туда дальше даже есть покос большой вот там тоже попался их хорошо часа два подержал их и обратно да милость божия во всем господь нас сострадательно и долготерпелив осень вон какие красивые тополя стоят желтые золотистые там небо какой то такое пасмурно с утра вообще была пасмурная погода я думал дождь будет потому что обещали вроде как по интернету нет господь милого конета ну вот опять тучами сейчас затянула затягивает верный горизонт со стороны севера ветер с другой стороны дует все в руках божьих так то на него красиво смотреть 43 коровы всего голов 43 то есть вместе с телятами как то я уже лет 5-6 лет назад пас здесь коров тоже потерявки было пятьдесят пять считая на десяток на двенадцать штук сейчас меньше стало потому что игорь барабаш он раньше больше коров держал а сейчас поменьше держит он сейчас все силы отдает на поля господь благословляет его земледелие вот он все туда сейчас все ресурсы свои отдает скотину выгода держать если будешь трудиться да и земледелие тоже ну вот мне вот лично как говорят полнутру это земледелие я скотинку тоже люблю но вот когда ты ее как говорится ухаживаешь за ней разговариваешь с ней а потом приходится в горло нож сувать это уже считая как предательство какое-то получается хоть куда деваться потому что все таки растишь то сам знаешь с какой целью ты привыкаешь к скотине там голуби летят видимо слетали поели там где у Игоря барабаша и где зерно и полетели домой пообщались со своими голубями с друзьями голубями и полетели вот они травку кушают такой интересный случай сегодня пока вот ходишь просто вот ну вот сам про себя что-то думаешь там молишь и про себя ничего не спокойно так себя ведут коровки но только достал новый завет из кармана начал читать там Евангелие от Маркова вот он у меня новый завет с собой так все мои коровки там гречичное поле было рядом гречка свалена в волки вот и это они сразу начали туда устремляться пришлось побегать поохранять подгонять их оттуда и так каждый раз происходит интересно вот как один проповедник говорит в поезде ехал начал проповедовать ну говорят что да нету никакого сатаны он говорит ну вот сейчас хочешь я тебе докажу что он есть он говорит ну давай и он встал в огонь и давай проповедовать ну и сразу один мужик выскочил и такой нельзя проповедовать там милицию вызову ну то есть вот он говорит вот доказательства лучше что есть нечистая сила которая себе свидетельствует через кого-то через что-то вот это мне уже не нравится в них они опять пошли туда куда им и указывал путь так коровки а почесаться решили но все равно они через поле могут там другое место пойти мне нежелательно так поворачивайте немножко притом они видят мои намерения что я бегу они понимают что что-то сделали не так и уже стараются идти в другую сторону а бывает начнут упрямиться бежит и не догонишь ну вот так вот слава богу за все аллилуйя и т.к. Продолжение следует...